Сегодня в России отмечается День местного самоуправления. Этот праздник был учрежден президентом Российской Федерации в 2012 году. Дата выбрана не случайно. Именно 21 апреля 1785 Екатерина II подписала жалованную грамоту городам, утвердив тем самым зарождение местного самоуправления в Российской империи. Указ об учреждении нового праздника Дня местного самоуправления президент России Владимир Путин подписал 10 июня 2012 года. Учреждение этого праздника стало ярким подтверждением активного участия граждан в жизни государства, важной роли самоуправления как самой демократической и массовой формы управления в обществе. Сегодня органы местного самоуправления республики представлены двумя остами 84 сельскими поселениями, семью городскими поселениями, 21 муниципальным районом и пятью городскими округами. На органы местного самоуправления возложена большая ответственность за социально-экономическое положение, за создание комфортных условий для проживания жителей сел, поселков и городов. И именно полная реализация возможностей народовластия является непременным условием динамичного социально-экономического культурного развития России как европейского демократического правового государства. В своем выступлении на шестом съезде Совета муниципальных образований Чувашии глава республики Михаил Игнатьев поставил новые масштабные задачи перед органами местного самоуправления. Сильная и ответственная местная власть, ориентированная на решение проблем людей и диалог с ними – залог устойчивого развития нашей республики. В 2013 году указом главы Чувашской республики была учреждена новая государственная награда для муниципальных служащих – знак отличия за безупречную службу в органах местного самоуправления Чувашской республики. Эта награда традиционно вручается на мероприятиях, посвященных Дню местного самоуправления. На сегодняшний день эту награду получили 67 работников органов местного самоуправления. 2017 год объявлен президентом страны Владимиром Путиным годом экологии. Органы местного самоуправления республики имеют богатый опыт работы по благоустройству сел и деревень, а также дворовых территорий. Создается благоприятная среда для жизни населения на территории муниципального образования. Масштабные задачи решаются в городских округах. В Новочебоксарске завершается строительство биологических очистных сооружений, рекультивируется свалка твердых коммунальных отходов в Чебоксарах и многое другое. В муниципальных районах получает поддержку и развивается малый и средний бизнес. Открываются новые объекты с новыми рабочими местами. Поставлена задача в каждом муниципальном районе открыть сельскохозяйственные перерабатывающие кооперативы. Успешно работает в этом направлении Батыревский район. В октябре 2016 года ввели в эксплуатацию мясоперерывающий цех. Продукция этого цеха востребована во многих городах России. В этом хозяйстве работает 34 человек. Это все жители нашего сельского поселения. Муниципальные образования Чувашской республики одними из первых в Привожском федеральном округе внедрили в работу программно-целевой метод развития территорий. В настоящее время в Чувашии 21 муниципальным районом и 5 городскими округами реализуются 350 муниципальных программ. В республике реализуются 16 государственных программ. В каждом селе и городе мы видим достигнутые результаты. Строятся дома для ветеранов, детей-сирот, выделяются земельные участки для многодетных семей, открываются современные модульные фабы и детские сады. В прошлом году впервые за много лет началось строительство сельских домов культуры. Первые из них открылись в Яльчикском и Цивильском районах. В клубных учреждениях республики проводится капитальный ремонт, приобретается и устанавливается современное оборудование, сценические костюмы, музыкальные инструменты. Объект строится по программе устойчивого развития территории сельских населенных пунктов. По федеральной программе проходит 65% из федерального бюджета финансируется, 30% из республики и 5% должны выдержаться финансирование сельского поселения. В муниципалитетах из года в год растет количество систематически занимающихся физкультурой и спортом. Не только организаторами, но и активными участниками спортивно-массовых мероприятий стали главы районов, городов и поселений и муниципальные служащие. Здесь, как никогда, важен личный пример руководителя. 25 июня 2016 года в Козловском районе прошло одно из интереснейших и значимых событий муниципалитетов Чувашии – 9-й день главы муниципального образования Чувашской республики. По инициативе Дирекции Совета муниципальных образований мероприятие проходит ежегодно с 2007 года и собирает сотни глав и муниципальных служащих районов и городов Чувашия. Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев принял участие в торжественной церемонии открытия 9-го дня главы и муниципального служащего муниципального образования. В Чувашии продолжается практика заключения договоров о сотрудничестве и взаимодействии Совета муниципальных образований с контрольно-надзорными органами. Всего заключено 18 соглашений. Вход их выполнения рассматривается на заседаниях правления Совета. Становится традицией участие представителей контрольных органов в семинарах и иных мероприятиях, проводимых Советом муниципальных образований. С 2010 года проведение совместных коллегий вошло в практику работы. В рамках повышения квалификации муниципальных кадров Совет муниципальных образований Чувашия ежегодно для глав муниципальных образований и муниципальных служащих проводят обучающие семинары. Для выявления и поддержки муниципальных служащих, имеющих значительные достижения в сфере местного самоуправления, Совет проводит конкурс среди муниципальных образований по четырем номинациям. Лучший глава муниципального образования Чувашской республики, лучшее поселение Чувашской республики, лучший старосты сельского поселения, а также лучший ТОС Чувашской республики. Награждение победителей проводится в рамках празднования Дня местного самоуправления. За шесть лет в конкурсах приняло участие более 600 участников, 103 из них признаны лучшими. 2016 год стал особенным для всех нас. В сентябре состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Они показали, что наши граждане активно поддерживают политику, направленную на политическую стабильность и дальнейшее развитие республики. Это выбор времени для своих детей, внуков. Поэтому я сегодняшний день считаю как праздник. В муниципалитетах Чувашия с каждым годом все более ярко и значительно проявляет себя общественность. Растет гражданская ответственность населения, готовность взять на себя особую ответственность. А это одно из главных условий развития местного самоуправления. Говоря об участии граждан в решении вопросов местного значения, нельзя забывать, что очень важно создавать стимул признавать заслуги людей с высокой гражданской ответственностью. Так, с 2009 года в Чебоксарах ежегодно проводится конкурс «Общественное признание». За 9 лет в конкурсе приняли участие более 500 номинантов. Победители конкурса — горожане, люди разных профессий и возраста, внесшие значительный вклад в социальную и общественную жизнь города. Особое внимание Совет муниципальных образований Чувашии уделяет вопросам организации работы старост сельских населенных пунктов. По итогам республиканского конкурса 45 старост сельских поселений Чувашии признаны лучшими. В этом году предстоит в каждом районе на слетах старост обсудить итоги работы и поставить задачи по решению вопросов в рамках проведения Года экологии в России и Года матери и отца в Чувашии. Без участия старост будет трудно организовать работу в рамках этих акций. Давно создала идея повесить ящик, где собрались идеи и предложения наших сельчан. Все вот эти предложения учитываем и применяем в жизни. На территории Чувашии активно развивается территориальное общественное самоуправление. Образовано 77 ТОСов. Сегодня без их участия не решаются вопросы застройки микрорайонов, приемки домов после капремонта, строительство парковок и многие другие вопросы. Заслуживает внимание передовой опыт работы территориального общественного самоуправления города Чебоксары по решению вопросов местного самоуправления. Органы местного самоуправления Чувашия тесно сотрудничают с советами других регионов. В рамках подписанных соглашений осуществляется сотрудничество с советами Алтайского края, республик Татарстан, Мордовия, Мариэл, Башкортостан, Удмуртия, Волгоградской, Самарской области и других регионов. Нужно возрождать свою малую родину, да, и это делается сегодня, Чуваш, это видно. То, что я вижу здесь сегодня, вот это единение, это желание сделать хорошее, доброе для тех людей, которые живут в этой замечательной прекрасной республике. Это восхищает. Безусловно, в муниципалитетах еще немало нерешенных проблем и резервов роста. И все же, несмотря на это, положительных результатов и достижений больше. Местное самоуправление Чувашия, как и вся политическая система России, накапливает положительный опыт, развивается и совершенствуется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова